Слушай, сынок, ты очень устал. Спасибо. Еще несколько дней сможем прожить на этом, мам. К концу недели еще немного куплю. У меня тоже стало мало. Как-нибудь и с ним решим вопрос. Да, решим, решим. Ты очень займешь. Давай, иди внутрь. Мама, возьми это. Это для щитов. Знаешь, сынок, что тут сказать? Ты ради нас прям убиваешься. Спасибо. Не надо нас разделять, мам. Теперь есть только мы. Наконец, я нашла. В туалете оказалось, а? Чего ты плачешь-то? Нет, все нормально. Сестра, возьми это. Сестра, не затягивай эту тему, я не возьму. Кадер, не затягивай. Бери же. Но в учебном заведении скажешь, что оставшуюся часть долга на неделе заплатишь. Слушай, не глупи. Ты Кемаль тоже денег принес? Денег Кемаль это на что хватает? Он даже счета толком заплатить не может полностью. Давай, бери. Слушай, сестра, ну не надо, нельзя. Так это же обручальное кольцо твое. Давай, не затягивай. Я не профессионал. Ну то есть я нарисовал то, что я проживаю в своей обычной жизни. То, что любовь заставляет меня чувствовать. Ну а кто вас вдохновил на все эти работы? Можете назвать имя? Пускай имя останется секретом. Это и так осталось в прошлом. Молодец, моя бусинка. Назире, у тебя нет работы что ли? Чего ты там стоишь, стаскивает им ртом, как фанатка? Забирай кружки, я задумалась, господин Усман. Ну ладно. Хорошая работа получилась с телевизионщиками. Мы засветились в СМИ. Напоминать о себе важно. Да, да, это вышло хорошо. Было бы лучше, если бы и Люд говорила. Тоже мне любовь. Не нужно было ей там появляться. Дурь какую-то несла. Чертежи принадлежат Фериде? И это справедливо. Уже время настало. Соберусь и буду выходить. Представитель в течение двух часов будет в аэропорту. Не буду не заставлять его ждать. Девка тоже поедет? Папа. Они прилетели в особенности, чтобы познакомиться с ней. Пожалуйста, не затягивай. Только этого не хватало нам. Ну, госпожа Зухре. Что ты скажешь по поводу возвышения Фериде? Я что могу сказать, господин Усман? Дорогая, уж скажи что-нибудь. Ведь ты породила этот успех как-никак. Сначала дома возвысил над нами. Бевкомпания, она над нами. Не держала бы ты ее за человеком в этом доме. Она бы эту смелость не нашла бы. Я госпожа Зухре. Не говори ничего. Будь проклятой в тот день, когда ты взяла и привела ее сюда. Ты виновата во всем. Я иду такой, что все из-за тебя. Ну, ладно. Начинайте скорее приготовление. Человека этого нужно хорошо встретить. Хотя по этому вопросу, оправдай мои надежды. Алло. Приношу соболезнования. То есть дом готов. Хорошо. Я госпоже Бахар позвоню и сообщу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что-то я сдремнул. Я должен был немножко отдохнуть и поехать на работу. Не волнуйся. Ты заснул недавно, а ты не опоздаешь. Ой, плохо мне. А где обручальное кольцо твое? Ну... Я в ванной снимала, а там и осталось. Ладно. Мне нужно уходить. Кемаль, поел бы чего-нибудь голодной еды, я тебе сделала бутерброд. Времени нет совсем. В пути покушаю. Здоровья рученькам твоим. Удачи на работе. У тебя телефон звонит. Отвечай, я выйду. Удачи. Ты лучше ответить на звонок. Я отвечу, а ты, главное, чтобы не опоздал. Алло, господин Осман. Здравствуйте. Хорошо. Когда? Нет-нет, вам не нужно забирать. Я приеду. Да, я знаю это место. Хорошо. 57-й номер. Спасибо вам. Увидимся. Мама, мне нужно выходить. Куда ты собралась? Куда ты собралась? Куда ты собралась? Куда ты собралась? Да, я знаю. Тунч, я переживаю за тебя, тетя. Воды тебе принес. Тебе лучше? Лучше. Да, дядя твой всегда так себя ведет, сам знаешь. Могу я что-то сделать для тебя, тетя? Нет, спасибо. Ну, а ты... Не отвлекайся от работы из-за меня. Спасибо тебе. Ладно. Мама? Дженейд? Что случилось? Сынок. Я... У меня просто нервный срыв. Но все нормально. Мама, почему ты плачешь? Папа надавил он тебя, да? Ты ведь из-за меня расстраиваешься. Я из-за этого плачу. Папа прав твой. Это Фериде уничтожил нас. И тебя, и меня. Если бы я не открыл бы ей дверь этого дома, то ты бы так не страдал бы, сынок. Сынок. Как это связано с тобой-то? Ты самый добросердечный человек, которого я знаю в этой жизни. Ты открыла дверь нашего дома, девочки, у которой никого нет. Мы же не могли знать, что она так поступит. Послушай, я в своей жизни пример брал только тебя. Но ты... Ты не расстраивайся из-за нее. Послушай, я не расстраиваюсь. Бессердечность самая большая и серьезная болезнь. Но я это выздоровел. Потому что... Ты меня научила не сдаваться и продолжать идти дальше. Сейчас у меня все хорошо. Сынок. Я у тебя спрашиваю, Бахар. Куда? Ответь мне. Слушай, мама, я иду в учебное заведение. Чего ты допрос устраиваешь? Ты какой-то адрес у кого-то взяла? Да, взяла, потому что... А еще Гюль здесь рядом у подруги. Мы с ней встретимся и пойдем. Мама, ну хватит уже давить на меня. Давай, я позву, увидимся. Да, начнется второй раунд. Эй, Люля, я ухожу. Пойду встречать представителя компании. Хочешь со мной? Нет, дорогой. Я дома останусь. Знаю, Фериде доставила тебе неудобств. Фериде не может меня как-то потревожить. Ты не волнуйся. Эй, Люль, ты главный чертежник в этой компании. Любимчик меняется. Папа от того, что не переносит Фериде, может глупить. Не обращай внимания на его слова. То, что чертежи Фериде выбрали, не говорит о том, что ты неуспешный человек. Конечно, это не значит это. Фериде же мне не ровно. Зачем мне вообще с ней возиться? Да ладно, ты не смотри на то, что я здесь. Меня тревожит только то, что она рядом с нами. Я понял, дорогая. Ты же знаешь, она не навсегда. Дело закончится, и она уйдет. Ладно, Дженейт. Давай закроем уже эту тему. Ты очень важна для Козанов. Я знаю, дорогой. Я хочу, чтобы на совещании ты была со мной с всей своей сообразительностью. Хорошо, я буду. Но на этом совещании Фериде будет спать. Опозориться перед всеми. Ты не занята? Когда ты пришел, я и не заметила. Да вот недавно. А я смотрела, думала, что надеть мне. Слушай, Тунч, совсем не хочу туда ходить. Может, придумать какую-то отговорку? Не глупи ты. Ты там должна быть обязательно. Представитель ведь в особенности сказал, что хочет тебя увидеть. Я знаю. Но эти взгляды на меня как на врага. Эти преступности эйлюль. Я боюсь, что что-то неприятное произойдет. Не волнуйся, ничего не произойдет. Теперь сильная ведь ты. Они смогут открыть рот и что-то сказать. Давай, собирайся. А я позже приду. Надень что-нибудь красивое, чтобы люль блекла рядом с тобой. Присмотрим вместе? Как тебе это? Как тебе это? Тебе тоже понравится эта квартира? Там светло, чисто и четыре комнаты. Если скажешь, что тебе этого не хватает, присмотрим что-нибудь получше. Значит, он не соглашается на переезд, да? Хорошо. Тогда мы предложим ему кое-что лучшее. Честно говоря, ты меня удивила. Не ожидал, что ты захочешь этого. Отец, я не вернусь в этот дом. Сколько раз нужно говорить тебе это, отец? Я от тебя ничего не хочу. Я же это не для тебя сделал. Я это сделал для невестки. Махар тоже не хочет. Это решение, которое мы не сейчас приняли, а ранее. Мама? Что значит никаких новостей от женщины? Госпожа Мельдай, я кажется, не смогла объяснить. Я хочу, чтобы эта женщина сыграла роль моей мамы. Сделай что-нибудь, найди мне эту женщину. Пусть завтра придет, я хочу с ней встретиться. Тогда делай больше, чем ты способна. О, бусинка, давай, заходи внутрь, заходи. Добро пожаловать. Привет, Назаш. Голубоглазая моя, как прекрасно ты вышла на телевидении. Молодец, красавица моя. А ты смотрела? Да, конечно. Ты так классно разговаривала там, так мило. Молодец. Это уже не дом, это уже двор какой-то проходной. Давай, заходи внутрь, я тебе сделаю чай тепленький. Давай, заходи, заходи. Что ты делаешь здесь? Что ты делаешь? Чей это дом? Ну, это наш дом. Мы будем жить теперь здесь. Что значит наш дом? Откуда он взялся? Тебе не понравился? Доченька, я тебе задала вопрос. Что значит, что это наш дом? Ты не плакала, когда я пришла, а я видела. Что-то случилось? Что ты скрываешь? Расскажи мне. Да, я плакала. Потому что, мам, я отчасти плакала. Это как шутка, мама, но все по-настоящему. Видишь, все правдиво. Мы ранее никогда не жили в таком доме. И тебе никогда не было комфортно. Но теперь, мама, это наш дом. Что значит наш? Осман Козан нам подарил на свадьбу. Я с ума сойду, ей-богу, с ума сойду. Всего еще испытывать нас или что, Назирей? Я ни черта не понимаю. Постоянно, постоянно она у нас дома. Что она забыла здесь, а? Сестра. Но она же хорошая. Она же никому не вредит. Просто наладить жизнь свою пытается. Пускай в другом месте основывает свою жизнь. Что негде жизнь, что ли, основать? Что нет другой работы? Нет другой компании, что ли, а? Что? Все здесь, что ли, должно быть? О, ничего себе. Наша маленькая сирата тоже здесь? Эти ваше сава больше меня не обижают, господин Усман. А почему? Человеком, что ли, нам тут стало? Думаешь, несколькими непонятными чертежами? Все? Удачи, успех, да? Не забывай. Если ты что-то делаешь, не готовившись, а в итоге ты окажешься на дне, вот ты сейчас просто мечтаешь. Что бы ты ни делала, ты все равно сирота. Ближ дешевка, которая ни на что не способна. Добро пожаловать, Фериде. Привет. Эй, Люль. Доченька. Я тебе должен кое-что сказать. Пойдешь со мной ненадолго? Конечно, отец Усман. Что ты говоришь, доченька? Что значит подарок Усмана Кузана? Ну, это так. Усман Кузан в качестве подарка на свадьбу преподнес нам этот дом. Нельзя. Ты не согласишься. Скажешь, мы не хотим. Уже слишком поздно. Я приняла подарок. Как ты могла это сделать? Кемаль с ума сойдет. Невозможно, чтобы он согласился. Я найду способ, чтобы он согласился. Ты что говоришь, доченька? Что с тобой происходит? Мы до сегодняшнего дня даже пять куруши не принимали в помощь. Разве я не так воспитал своих детей? Что с тобой творится-то, а? Да, мама, хватит, а уже? Пусть прошлое в прошлом останется. Да и... Нам ведь не помогают. Мы на это имеем право. Ты не воспользовался той возможностью? Но сегодня у тебя будет еще одна возможность, чтобы повлиять на тех людей, впечатлить их. Послушай, доченька. Это дело с тканями для нас очень важно. Наше имя будет известно в Европе. И я хочу, чтобы ты, будучи моей невесткой, все контролировала. Мы не можем все эти дела и ты выскочки Ферде оставить. Ты должна показать ей, кто здесь начальник. Ей повезло, как неопытный отец-усман. У нее нет таланта. Кто знает, что она опять сделала? Смогла слепить и дебунуть? Да. Сегодня на ужин и тех людей впечатлить ты должна. Ты этой девушке не сдашь это место. Понятно? Вы не волнуйтесь. Сделай все, что в моей силах будет. Ты важна для меня. Ты главный дизайнер в этой компании. Ну давай, покажи себя. Мама. Говорю же, я согласилась. Чего ты не понимаешь-то? Молчи. Молчи. Я тебя не желаю. Слушай даже. Я больше не хочу быть для тебя грузом. Не хочу, чтобы ты мучилась в том доме. Не хочу, чтобы ты шла на уборку. Не хочу, чтобы ты топила печь. Хочу, чтобы ты уже жила нормально. Так, как ты заслуживаешь. Счастлива и спокойна, чтобы ты жила. А я этого не хочу. Я не хочу и этот дом. И чтобы моя дочь была такой. Тоже не хочу я. Что ты хочешь, мама? Скажи мне, что ты хочешь? Ты хочешь на помойке, что ли, жить? Слушай, мне это надоело, понимаешь? Надоело мне. Я не хочу уже жить в нищете. Да и когда ты лежала в больнице, я приняла это решение. Я так больше жить не хочу. Раз уж я стану невесткой Усмана Кузана, тогда я буду пользоваться всеми возможностями, которые мне выпадают. Я даже если умру, я все равно не сделаю шаг в этот дом. Ясно тебе? Ясно тебе? Хантан, так дела не пойдут. Пойдем к доктору. Ничего серьезного, доктор не нужен. Да и я не в состоянии куда-то идти. Ладно, давай тогда я доктора сюда приведу. Слушай, я не хочу. Самое доброе дело, которое ты можешь делать мне, это пойти домой и принести мне лекарство мое. У меня аллергия началась. Я могу купить в аптеке? Нет. Эту болезнь привозят из-за границы. Здесь ты ее найти не сможешь. Ключи у меня в сумке. И когда пойдешь домой, позвонишь, я тебе скажу, где лекарство. Бират, пожалуйста, сам возьми. Я не в состоянии. Там где-то сбоку должны быть ключи. Вот эти? Да. Я мигом туда и обратно. Если что случится, позвони. Хорошо. Кажется, боли в голове не пройдет в ближайшее время. Что такое? Ты чего тут сидишь? Да голова у меня разболелась, господин Исман. Слушай, Зухра, говорю, очень важный гость придет, а? Еще даже готовить не начали вы? Вы что, обозорить меня хотите? Ладно, ты не волнуйся. Итак, при виде этой девки я прям злюсь. Ну, а мой костюм готов? Погладили? Да, да, готов. Ну как, получилось? Да, да, да. Привет. Тунч, ты где застрял? Я прям напрягла здесь одной находиться. Да ладно, все, я здесь. Ну, а где все? Да в разных местах шепчутся. А вот и Тунч пришел. Я не слышала твоего прихода. А я сделала кофе, думала, что мы с Фердой сможем выпить. Подожди, это мой. Я его просто уже на кухне выпила. Ладно. Ты тоже будешь кофе? Нет, нет, спасибо. Я залез немного выпил. Я пойду возьму усаху. Да подожди, сиди, дорогая. Трудолюбимая девушка этого дома все принесет, правильно? Да, конечно, я принесу. Так или иначе, я ведь невестка в этом доме. Поменяй кружки. Что? Поменяй их местами. Что происходит? Вот, подумай. Когда я, Илюль, хотела с тобой вместе выпить кофе? Спасибо. Пей на здоровье. Спасибо. 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 problem at что не так мама добро пожаловать доченька а где сестра она здесь привет сестра у меня есть для тебя сюрприз что за сюрприз я же продала твое кольцо но это уже больше не нужно ты можешь пойти обратно и выкупить его кадр возьми деньги как ты оплатишь обучение слушай сестра я пошла чтобы деньги заплатить женщина мне сказал что никаких долгов нет как думаешь кто деньги за учебу заплатил осман козан сестра он все мои годовые расходы за учебу оплатил мне кажется он не такой плохой человек ладно иди обратно в кольцо осман козан оплатил тебе учебу что ли что пытается сделать этот человек я и так знала об этом что значит я знала почему я не знала что с тобой творится вообще послушай меня кивали об этом не должен знать ясно тебе это как-нибудь решу это чтобы не обидеть его а ты забудешь про тот дом иди теперь дверь открой мама что за дом добро пожаловать дорогой привет хандан как видишь лекарство не подействовало вставай по этим больницу я же сказала я не пойду боже мой хандан ты еду не покушала я так не отнимался от того что я поел аберрат мне ничего не хочется не так дела не пойдут ты так больно давай ты ничего не кушаешь сейчас будешь кушать давай иначе не выздоровеешь давай а 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 Да, алло А где Хандан? Ну, я друг Хандан Хандан немножко некомфортный А, вот как, я ее мама Вот что хотела сказать Отец перечислил ей деньги, которые она просила Можете передать ей? Да, конечно Спасибо Скажи, что я желаю ей выздоровления Пускай она бережет тебя Я позвоню потом Хорошего дня Хорошего дня вам тоже Кто это был? Твоя мама позвонила Про деньги говорит? Да Я сказал, что ты заболела Он очень расстроился Даже голос его хотела услышать Я сказал, что ты сейчас не можешь Она позвонит потом Слушай, Берат Даже не надо утомляться Я прекрасно знаю, что мама такое никогда не скажет Порек превосходный получился Приятного аппетита Слушайте На самом деле я вам сегодня Скажу кое-что прекрасное В особенности тебе, дорогой Пока мы все вместе Хотела бы сказать Да ладно И что же? Нам больше Не нужно платить аренду Мы переезжаем То есть как? Куда мы переезжаем? Мой старший дядя Нам на свадьбу делает подарок Дом И за аренду деньги брать не будет? Как это? Антан Хорошо, не кушаешь Я ничего не говорю Но этот куриный бульон тебе нужно выпить Он сделан из мяса Давай Ладно Я сама выпью Почему ты наврала мне? Как наврала? Дома не было никакого ремонта Я больше не могу кушать суп Возьми Антан, почему ты здесь остаешься? Потому что Это место маленькое Прям для меня Чего ты хочешь услышать, Берат? Не могу я одна оставаться в том большом доме Я чувствую себя там невероятно одинокой Доволен ответом? Тот большой дом Просто на меня давит И чувство одиночества От этого только усиливается Я же ведь одна Ты это хотела услышать? Это Это Боже мой Что это за аллергия Никак не может пройти Хандан Все, никаких отговоров Мы в больницу идем Давай, скорее, ну Надевай это Это твоя сумка, да? Хорошо Придет и я наберу Хорошего дня Простите, пожалуйста Мне нужно было ответить Да все нормально О чем я остановился? А Если вкратце Наши итальянские коллеги Посчитали, что чертежи госпожи Ферде Очень особенны Они их выбрали Потому что они нетипичные Я вас поздравляю, госпожа Ферде Спасибо вам Конечно, не только госпожа Ферде Я хочу всех вас поздравить Ваше представление Очень цепляло Вы Поработали на славу Спасибо Я вот о чем переживаю Мы другим нашим проектом Очень интересовались Но, кажется Он вас особо не заинтересовал На самом деле, да Хорошая работа Но турецкие мотивы Были превыше всего для нас Ферма хотела Кое-что более универсальное Ну, как любовь Именно это С вами знаете Итальянцы любят и любовь И живут они ради любви Но в вашей чертеже Была эта тема Поэтому они сразу Выбрали их Но каков ваш план Дальнейших действий Мы сразу начнем работу Или перенесем На определенный срок Я думаю Не затянется это Мы не заставим вас Много ждать Не волнуйтесь А вот это хорошая новость Ради нее можно и выпить Конечно Надеюсь, все вместе Мы еще много денег заработаем Да, конечно Да, конечно Любовь очень важна За любовь О, сестра Не могу в это поверить Что у нас теперь будет новый дом Да, сестра Я же с утра Рассказываю об этом Кемаль Слушай, ты тоже ничего не сказал Ты не обрадовался, что ли? Да не то, что я не обрадовался Я просто удивился Я твоего старшего дядю даже не знаю Ранее его имя Никто здесь не говорил Я не знал Я не знал, что он настолько силен Знаешь, Кемаль Я тоже очень сильно удивилась Да, ситуация хорошая Но его бесячая жена Постоянно издевалась над нами Ну, значит, видимо Поумнели они Будет теперь нас поддерживать Что, у дяди Ниджаты что Больше одного дома, что ли, оказывается А ты не помнишь, сестра Ты тогда была маленькой У них всегда было хорошее Финансовое положение Более того, Кемаль Я же тебе уже рассказывала Ты знаешь Помнишь, я говорила Что у них с мамой были проблемы Они не виделись Да, вспомнил Ну вот Этот дядя Ну, не знаю Может, хочешь избавиться от грехов Ой, слушайте Я все еще не могу в это поверить Но кажется, все не настолько Хорошо уж было у них Да, мама? Слушай, Кадер Изменилось их финансовое положение Да и вообще все было хорошо у них Да и дом в хорошем районе В Чайулу В Чайулу Там, конечно, да, есть автобусы, маршрутки Но на самом деле Не помешала бы нам машина Ну, со временем это будет А почему нет? Ну, сначала подсеркнем Покатаемся на автобусах Потом и машина появится Вы видели наш новый дом? Мне он очень понравился Ой, прекрасно как Да и Ты тоже к этим краям не привык ведь? Все вместе переездим Вот так и закончим Мы не можем принять это, Бахар А где вы отучились, госпожа Ферде? В вашем портфолио мало было подробностей Ну, я... Госпожа Ферде Она любитель Наш главный дизайнер Госпожа Илюль Ферде всему научилась у госпожи Илюль А, ну прекрасно Но некоторые проблемные моменты В чертежах Ферде Лишала госпожа Илюль Элюль Разве не так? Элюль Госпожа Илюль Кажется, сильно утомилась Да, для всех этих наработок Она Много бесценных ночей провела Конечно, очень устала Она не может сказать нет Своему телу в таком состоянии Да, именно так Дженейт Отведи-ка госпожу Илюль к ней Элюль Да Да Как вы и сказали Мы решили воспользоваться темой любви Дорогая Мы эту тему уже закрыли Я тебя в комнату отведу С вашего позволения Простите, пожалуйста Простите, пожалуйста Господин Гексей Илюль очень много времени потратила На этот проект Просто Извиняемся перед вами За госпожу Илюль Ну что вы, господин Усман Итак, здесь госпожа Фериде Это самое важное Почему ты отказался, Кемаль? Слушай, я не понимаю Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы мы здесь в нищете жили? В какой нищете, Бахар? Да, я согласен Ничто не просто Но мы здесь вполне справляемся Я тоже так думаю Мы не можем согласиться на такую доброту Почему? Прав, совершенно богат Кадер, хватит, а? Кемаль прав Не согласимся Я соглашусь Кто будет против, останется здесь Я перееду в тот дом Эй, Илюль Элюль, дорогая Все нормально? Все нормально Но я очень хочу спать Глаза не могу открыть Ладно Поспи немного Боже мой Что это с ней случилось? Понять не могу Что происходит, Джанет? Что это за позор? Немножко не здоровится Пускай отдохнет Слушай, опозорились мы? Да мы не опозорились Успокойся, отец Мама Пойдем Не будемставлять гостя ждать Махар Почему ты так делаешь? Разве у нас не было с тобой мечт своих? Разве мы не мечтали о маленьком доме Которого мы добьемся Сами, своими силами? Все, теперь изменилось Что изменилось, чего я не знаю А, Бахар? Мои мечты те же Но мои уже не те же Мы вынуждены У нас нет другого выхода До какого выхода? Послушай Вот у нас есть крыша над головой Мы никому ничего не обязаны И мы не голодны Чего мы должны-то, Бахар? Хорошо После свадьбы ты можешь не хотеть жить здесь Да Я тоже хочу переехать Здесь рядом дома есть Я посмотрел даже там После свадьбы переедем в свой дом Вот скажи мне На какие деньги? Если нужно будет, я ночами тоже буду работать Бахар Это же всего лишь дом Всего лишь дом? Ты это место домом называешь? Вот эту коробку? Видишь, после капельницы Стало лучше Я начала приходить в себя Я посмотрел результаты тестов Там ничего серьезного Будьте спокойны В последнее время у нас сезон гриппа И вы просто попали в него Я смогу сразу выписаться? Да, конечно Выпишу вам лекарства А вы загляните в бухгалтерию Однако у меня есть аллергия Если вы не выпишите антибиотики Да я и не стал Эти лекарства не навредят ребенку Не волнуйтесь Ребенку? Спасибо, моя Назаш Спасибо, Петин здорово Все было прекрасно, господин Исман Большое спасибо Ну что вы, мы вас благодарим Вы же приехали аж сюда Мне это было только удовольствие Итальянским руководителем Я у вас столько хорошие слова скажу Спасибо вам А, и кстати Неподходящая атмосфера, да Но времени у меня немного 50 тысяч долларов Лицензионный платеж За чертежи госпожи Ферде Что за ребенок? Что вы такое говорите? А вы не знали? Вы уже 5 недельках беременны, госпожа Для вашего мужа тоже будет сюрприз Поздравляю вас Вот, я лекарства выписал Скажу медсестре, вырещу вам капельницу Выздоравливайте Выздоровление Спасибо Я совершил платеж Можно собираться и выходить Наша компания всегда любит Показывать свою удовлетворенность И успех нужно поддерживать Торопиться не нужно было Но это хорошо Я думаю так же Ну и если мы подпишем вот это Это документ, согласно которому Все права на чертеж Вы передаете нам Не знаю, какой договор Вы будете между собой заключать Но мы, как компания Хотим обеспечить свою безопасность Конечно Мы между собой все решим Передаюточник, а можешь подписывать Ну вот и хорошо Поздравляю вас Ну я, пожалуй, уже пойду Конечно, идите Еще раз благодарю вас за все Назире Наш гость уходит Я вас подвезу Пойдемте Ты Что ты пытаешься сделать, Бахар? Что я пытаюсь сделать? Разве все не очевидно? Я хочу избавиться от этой нищенской жизни Нищенской жизни? Нищенской жизни? Да Нищенской жизни Мама все еще больна У нее была сложная операция Но она все еще ходит за нами по пятам И надо оправдывать свои действия мной, Бахар Вот скажи мне, Кемаль Скажи Разве она тоже не имеет права жить? Конечно Тебя такие люди не окружают ведь? Которые поджигают и чистят ее Но людям ведь приходится зимой, холод, работать Что ты говоришь такое, а? Что ты говоришь, доченька? Здесь людям приходится, чтобы расплатиться за аренду Ходить по дверям и собирать у соседей В твоих кругах этого нет Нищета не у вас дома, Кемаль Нищета находится прямо здесь В нашем доме Хватит уже Я так больше не могу Конец мне, я больше не могу Правда, я больше не могу Послушай Послушай Ладно Мы сделаем все, что сможем ради твоей мамы Слушай, разве до сегодняшнего дня мы не вместе все делали? Мы не можем сдаться сейчас, Бахар После всего, что случилось Нельзя, Бахар Нельзя Слушай Я же не сдаюсь Выигрываю Мне же надоело по полу кататься Я не хочу кататься по полу Бахар Я Больше не буду это терпеть Я устала Я устала воевать, но при этом постоянно проигрывать Хватит уже Больше так не могу Меня надоело Ты же спрашивал про мое кольцо Тебе все еще интересно, что я сделала с ним? Все еще хочешь услышать это? Вот это все, что и положено Папа, не надо Эти деньги он заплатил для Фериде Я уверен, она заслуживает К черту ее труду, ясно? Папа Уж, наверное, не столько она заслуживает Этими деньгами ее благодарят Вот, учуяла запах денег и прибежала Совещание еще не окончено у нас Ты никуда не уходишь, Фериде Совещание окончено Говори Говори, где твое обручальное кольцо? Я его продала Деньги были нужны Я поэтому продала Я бы нашел Если бы ты сказала, я бы нашел тебе их Ты бы не нашел, Кемаль Как ты нашел бы? Ты и так делаешь все, что можешь Но не получается, смирись с этим На три куруши не получится в этом доме все успевать Как-никак жизнь не может состоять только из мечт И она не как фильм И вовсе даже не детская игрушка Что она говорит? Она окончательно спятила Мы переедем в тот дом И все Субтитры создавал DimaTorzok Эти деньги тебе, оказывается, положены Тебе их платили Я не хочу Ты капризничаешь? Или тебе нужно больше? Нет, господин Осман Меня не волнуют ваши деньги Вы ведь много лет меня растили, кормили Вот, считай, я вам плачу за это Теперь все кончено Я вам больше не обязан Расплатились с вами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok